Здравствуйте, Лариса! Здравствуйте! Напомните, это... Здравствуйте! Всех люблю, обожаю! Вот вы, да? Скучаю! Вот вы! Сколько лет назад это было? Ну, 50. Не знаю. Я не знаю, сколько уж прошло. Ну, уточняй, Лариса, мы не будем. Как в песне поется, это было недавно, это было давно. Ну, а вот даже после такого короткого эпизода можно было проснуться знаменитой в Советском Союзе? Вот я как-то об этом не думала. Вы знаете, я снялась в этом эпизоде и забыла об этом вообще. Потому что я пришла подработать просто денег в выходной день. И вот Гайдай меня снял в этих крупных планах. И как-то это, знаете, вот, что значит большой режиссер, да? Получилась сценка и взаимоотношения. Да, и... А красота какая! Неописуемая. И все это запомнилось людям как роль. Но я об этом забыла. Просто снялась и забыла. Я даже удивилась, что эти планы вошли в фильм. Я не ожидала, что они войдут в фильм, потому что режиссеры часто вырезают. Ну вот вошли, слава богу. А вы потом снимались еще у Гайдая, да? Я снимала в фильме «Не может быть». Это Позущенко. Да, да. Кто не знает. Да, да. И там же уже не маленькая роль была. И там была большая роль. Хорошая роль. Да. А вот мне, знаете, еще, мне интересно, вот этот фрагмент Иван Васильевич, где вы сыграли в эпизоде. Вот та мода на макияж, это же вот стрелки те самые, так сказать, в то время были модные. Это мои стрелки. Я пришла со стрелками, а когда вот Гайдая стал меня снимать, просто подошел гример и немножко тончик положил, там губки подкрасил. Все. А стрелки мои. Ну дело в том, что сейчас опять есть стрелки, вот те стрелки, по-моему, сейчас опять... Стрелки, они нас пора не спасают. Да, и платье опять современно тоже, которое носила Наталья Игоревна. Это всегда зажима. Искусство, оно же условно. А вы замужем были, вот когда снимались в этом эпизоде? Боже мой. Ну и как ситуация после этого эпизода? Ничего не изменила. Ничего не изменила. Да ладно, не может быть. Я просто посмотрел, будь я обычным жителем Советского Союза, посмотрел бы этот фрагмент и сразу подумал, что это девушка, с которой я должен познакомиться. Серьезно? Да сто процентов. Ну где же вы были? Где же я был? Боже, где я был 50 лет назад. Вы сейчас чем занимаетесь, Лариса Борисовна? Я? Да. Я актриса, режиссер, педагог. И там тоже, да? И там тоже. А вы давно в Америке? Давно? 38 лет. Я вообще от нее этого не ожидала. Мы так подружились, нам так хорошо было работать вместе. Да. С Наташей очень приятно работать. И она такая какая-то своя в доску. И взяла и уехала, да? Да. Я вышла замуж. Да, я вышла замуж. Пора уже была. Оказалось, очень вышла замуж. Вы понимаете? Я пошла на концерт, услышала скрипача. Да я вообще ваша, все равно. Сердце моё прекрасно. Наташ, вы были в Лос-Анджелесе у Ларисы? В Лос-Анджелесе я была с Ольгой Александровной. А, были, были. Которая тебя обожала. Да. Ну, с антрепризным спектаклем. Но не у Ларисы. Давайте посмотрим, как... Давайте зайдем в гости. Зайдем в гости. Здравствуйте. Я Лариса Еремина. Добро пожаловать в мою резиденцию в Лос-Анджелесе. Я вам расскажу, как я здесь живу. Это моё рабочее место. Вы видите, что творится? Вот это моё. Вот он, мой сынок. Он закончил университет Лос-Анджелеский, где я преподавала. Мой сын снимает свой первый фильм. Ну, вот здесь русские дела всякие. Вот матрёшка. И когда я играю со своими внучками, мы их называем по имени. Татьяна, Лена. А вот это мои внучки. Мои дорогие, мои красивые. Вот это вот характеристика Гайдая. Такая, знаете, бесценная бумажка такая. Актриса дисциплинирована. Я всегда находилась в форме. всегда работала с полной отдачей своих душевных и физических сил. Леонид Гайдай. Я работала очень много здесь. И в кино, и на сцене. И очень много озвучания сделала. Вела русской телевидение 20 лет. Вот у нас здесь такой уютный, приятный дворик. Здесь прекрасный воздух, океан близко. 10 минут езды. А здесь у нас бассейн тёплый, подогреваемый. Вот это наше джакузи, спа. Это наша сауна. Здесь мужская половина, а там женская. И спортивный зал. Мой любимый снаряд. Ах, как хорошо. Так бы каждый день, а. Спорт – это очень важно. Потому что, когда я перестаю заниматься, всё, сила уходит. АПЛОДИСМЕНТЫ